Котики, всем привет! И сегодня на моем канале будет супер уютное осеннее видео. Если вы следите за мной в сообществе, читаете мои посты там, или следите за мной в инстаграме и смотрите мои сторис, то я вам рассказывала, что хочу сделать несколько видео на тему осень. Это будет осенний макияж, осенние прически, осенние фильмы, например, или осенние образы. Их, наверное, будет 4 либо 5. Мне кажется, что это крутая идея. Я знаю, что осень уже заканчивается, но я хочу продлить эту осеннюю, уютную атмосферу, осеннее, уютное настроение. Если вам понравилась такая идея, то поддержите меня пальчиком вверх и пишите в комментариях, какие видео на тему осень вы бы хотели видеть. Мне будет безумно приятно. И давайте начнем. Я сегодня покажу вам очень красивый осенний макияж. Погнали! Ну что, начинаем наш осенний макияж, конечно же, с тональной основы. Могу вам посоветовать такие вот две. Они очень круто перекрывают все недостатки и также они довольно легкие. У меня есть несколько лайфхаков, которые помогут заставить вам безупречный образ. Первое мое правило делать макияж при дневном или очень хорошем свете. Так мы сразу увидим и устраним погрешности. Следующее правило – хорошо растушевывай. Особенно тщательно обработай уголки глаз, куб, участки возле ушей, шеи и лоб. И ни в коем случае не забывай мыть бьюти-блендер после каждого применения. Так ты избежишь размножения бактерий, которые могут вызвать появление высыпаний на лице. Дальше я, конечно же, наношу консилер. Использую его на те участки, где у меня есть разные недостатки, также синячки под глазами. Далее я использую контуринг. Сейчас у меня такой вот от Benefit и наносить я его буду такой вот маленькой милой кисточкой. С помощью контуринга можно визуально удлинить или наоборот укоротить нос, сделать лицо более симметричным, выделить скулы, сузить лицо и даже убрать второй подбородок. Короче говоря, это супер полезное средство. Ну а далее я, конечно же, беру хайлайтер. У меня сейчас такой вот новенький. Он идет в целой палетке. Он способен буквально оживить лицо, придать эффект свежести и сиянию кожи. А также он очень круто подчеркнет отдельные черты лица. Наношу его на скулы, носик, над верхней губой и вообще куда угодно. Ну а сейчас наши глаза. И начинаю я макияж глаз с пазы под тени. Ну или другими словами, с праймером. Это супер средство для макияжа глаз, которое подготавливает кожу для нанесения теней и увеличивает их стойкость. Растушевываю с помощью пальчиков, будто вбиваю в кожу. Ну а сейчас самое интересное, это, конечно же, тенюшки. И сегодня я буду использовать две палетки. Первая от Кали. Я беру такой вот теплый коричневый оттенок и наношу на складку века. И хорошо растушевываю. И вообще осенний макияж для меня супер теплый, коричневый и золотистый. Поэтому сегодня он будет именно таким. Далее я беру уже такой более темный бородовый оттенок. И также наношу на глазик и хорошо растушевываю. Мне кажется, что выглядит просто обалденно и необычно. Плюс не забываю нанести его на нижние века и хорошо растушевать. Ну и заканчивая наш макияж глаз, конечно же, блестками. Сегодня я выбрала такую вот палетку от MAC. Там есть супер офигенный оттенок в таком вот золотистом цвете. И наношу его на серединку века. И чтобы сделать глаза более выразительными и большими, я наношу хейлайтер в уголок глаза. Ну и, конечно же, стрелки. Они настолько круто выглядят, особенно в этом макияже. Я использовала лайнер от Maybelline. И мне он безумно понравился. Все очень легко, быстро. И если есть какие-то погрешности, все можно легко исправить с помощью ватной палочки. Кстати, если вы не знаете, как сделать красивые и вообще идеальные стрелки, то вверху я оставляю вам подсказку, где вы сможете посмотреть мою видеоинструкцию. И сейчас наношу тушь. Она у меня тоже от Maybelline. Кстати, это мой фаворит. Обожаю ее. Накруто удлиняет реснички. Они осыпаются до конца дня и долго держатся. Ну и брови. И вообще, кто не знал, осенью 2019 года, наконец-то можно расслабиться в плане окрашивания бровей. Ведь именно в данный сезон наш естественный цвет бровей будет модным и стильным. Так что сегодня я буду прокрашивать бровки просто гелем с легким оттенком. Ну и помада. Сегодня я буду использовать такую вот нюдовую, идеальную помаду. Обожаю такие оттенки. Наношу небольшое количество на губы и растушевываю с помощью пальчиков. Ну что, давайте посмотрим, что у меня получилось. Мне кажется, что этот макияж идеально подходит на любую осень. Он очень нежный. Конечно, вы можете не добавлять, например, блестки. Вы можете не добавлять супер темные оттенки. Но именно сегодня я решила поэкспериментировать. И мне кажется, получилось довольно неплохо. Напишите обязательно в комментариях, какой вы делаете макияж осенью. Что вам больше всего понравилось. И любите ли вы нюдовые помады. Пишите, я все читаю. И, кстати, напишите, как вам мои розовые пряди. На этом, котики, все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно дайте знать в комментариях, как вам. Ставьте пальчики вверх. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И увидеть их первыми. Потому что самые первые комментарии я всегда лайкаю и отвечаю вам. Я вас их безумно сильно обнимаю и целую. Всем спасибо за просмотр. И пока. Увидимся очень-очень скоро.